Ну что ж, а следующее испытание это переозвучание. Неполный метр, кого вы сегодня отправляете в Тон-студию? Очаровательных барышей. Ну что ж, добро пожаловать! Валерия Жгерондо и Степлана Камынина! Красотки вообще! Пойдём, мы идём, мы идём. Пока Валерия и Светлана готовятся, давайте посмотрим, какой фильм им достался. Внимание на экран. Это Катя Тихомирова. Единственная девушка на заводе, которая работает с лесарем-наладчиком. Вы сами могли убедиться, какие сложные станки на заводе. Так вот, Катя может определить и устранить любую неполадку. Да, Катя? Да, вообще я могу. Катя, вы ведь работали штамповщицей. Работала. Значит, вам не нравится чисто механическая работа. Вы хотите работать творчески. Значит, вы сознательно перешли в наладчики. Да нет, никакой особенной сознательности не было. Просто меня попросил... Михалыч... Ой, извините. Товарищ Леднёв. Да. Товарищ Леднёв, он наш начальник цеха. Он очень хороший человек. Он меня попросил, я и пошла. А вообще здесь есть какая-то недоработка. Наладчики не хотят идти, потому что платят мало. Катя, что ты такое говоришь? А чего? Надо норму пересматривать. Да. Я не про себя говорю. За квалифицированную работу надо платить соответственно. Катя, а какая у вас мечта? Вы, наверное, собираетесь учиться и дальше, чтобы вернуться на свой завод инженером? Вообще я собираюсь учиться дальше. Я в этом году поступала, но провалила экзамены. Я буду поступать в следующем году. Но сюда я вряд ли вернусь. Только если я не поступлю. Потому что я собираюсь поступать химико-технологически. Удачи вам, Катя. Спасибо. Ну, конечно же, вы все вспомнили. Это фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Но только ли Москва не верит слезам? Вообще, есть ощущение, что слезам не верит и наш отечественный автопром. Внимание на экран. Переносимся в АвтоВАЗ. Мы находимся в цехах завода АвтоВАЗ, где уже внедрены новейшие российские высокие технологии. И наша сегодняшняя собеседница – разработчица отечественных, современных машин. Екатерина Тихомирова. Здравствуйте, Катя. Здрасте. Да, АйТи. Скажите, Екатерина, какие именно российские разработки уже используются при производстве автомобилей «Лада» и «Жигуни»? Наша новая машина – «Лада Крыжовник». Там сплошные российские новейшие разработки. Вот, например, у нас теперь не один, иди сюда, не один, а два гаечных ключа. И мы закручиваем болты в два раза быстрее. Но, если честно, когда купите «Ладу», лучше эти места, где болты, приварить сваркой. Что она несёт? Да, правда, лучше приварить. А ещё мы совместили климат-контроль и пепельницу, и получилось окно. Замечательно. Скажите, а что вы чувствуете, зная, что фактически являетесь матерью этого инновационного чуда? Вы знаете, если говорить честно и откровенно, то в основном я чувствую стыд. Машинка, она как живая, как бы просит, добейте меня, люди, а мы это кузов из фольги, то свечи из воска, то название из ягод. Валерия Шкирандо специально для НТВ. Стоп, снято. Покупайте «Ладу Крыжовник». Господи, как стыдно. Валерия Шкирандо и Светлана Камынина. Прошу на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ